Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, все любители и почитатели нашего родного русского языка! Вы знаете, в настоящее время норма обращения к вам, к нашим слушателям и слушательницам, зрителям и зрительницам есть довольно непростая задача – называть вас друзьями. Мы очень хотим, чтобы вы все стали нашими друзьями, а мы – вашими. Но многим и многим мы никакие не друзья. И нам, соответственно, друзья, не все. Называть вас товарищами? Это можно. Но это как бы бесполые обращения ввели в обиход идейные люди, идеи которых в настоящее время у многих вызывают лишь раздражение. Правда, сейчас, товарищи, это у нас самое официальное обращение. Обращение самое распространённое. И, вроде бы, самое правильное, самое верное. Обращение граждани, гражданин и гражданка используют государственные органы подавления всяких возможных неповиновений. И органы слежения за общественным порядком. И это, вообще, самый-самый низ обращения к человеку. Что ещё у нас есть? Судари и сударыни. Хорошее обращение. Вежливое, тёплое. Но оно, такое у всех у нас ощущение, старо, как мир. Архаично. Это из какой-то далёкой, забытой прошлой жизни. Это, как ушедшая мода. Можно, конечно, вернуться и к прошлой жизни. Но время у нас сейчас такое, что только вперёд. Да и некуда возвращаться. Той России давно нет. Но, может быть, и сделаем. Может быть, как-то придёт к нам или к нашим детям, вернётся подходящее для такого обращения Россия. Однако многих иногда нервирует то обстоятельство, что неизвестны точные значения слов – товарищ, гражданин и сударь. Остались только господа, господин и госпожа. Очень уважительное обращение. Но в нашем языке, в нашем самоуважении и понимании слов, такое обращение подразумевает наличие слуг и холопов. Мы все чувствуем – это сословное обращение. А сословий у нас сейчас как будто бы нет. Или их у нас не должно быть. Да, есть же, наконец, у нас и простецкое обращение – просто мужчина и женщина. Есть такое. Но оно звучит как-то грубо, как-то неотёсанно, как-то зло и жалко. Это обращение родилось у нас в унизительных очередях в наши горькие годы. Ну вот, почти всё перебрали. Получилось, что самое наше незадевающее, незадирающее никого обращение есть товарищ и товарищи. Как в армии. И вот мы, Русская Школа Русского Языка, всерьёз задумались над этой нашей не самой, конечно, страшной, но бедой, проблемой. И на полном серьёзе, как говорится, хотим вам на ваш суд предложить новое обращение, основанное на русских словах – важный и уважение. Мы предлагаем обращение к мужчинам – уваж с ударением на У, и обращение к женщине – Важа с ударением на первом А. А обращение к собранию получится таким – Здравствуйте, уважи и Важи. И мы думаем начинать наши уроки так – Здравствуйте, уважи и Важи. Здравствуйте, все любители и почитатели нашего родного русского языка. И всё бы хорошо, да вот опять нехорошо. Можно ли быть любителем своего языка? Мы, конечно, имели в виду любителей изучения русского языка. Ведь иногда в речи мы опускаем некоторые, само собой, разумеющиеся слова. Но как можно любить или не любить тот язык, на котором всю жизнь думаешь и говоришь? На котором в детстве слушали сказки, и на котором с мамой учили стихи и пели песенки? Можно только быть любителем какого-то другого языка – французского, например, или итальянского, испанского. Все по-своему красивые языки. Можно, конечно, любить и английский язык. Но… После всех самых грустных событий в нашей стране многие люди, хотят они этого или не хотят, но считают, что Россия безнадёжно проиграла войну англичанам. И, следовательно, нужно сдаться на милость победителя. К тому же английский язык, кроме того, что он просто красивый язык, сейчас признаётся языком международного общения. Так получилось. И в России это признаётся. Но… В наших больших городах это признаётся с особенным рвением, со страстью, с подобострастием, с падением ниц, с целованием… Для языка международного общения, ну, казалось бы, хватит и каля-маля. Может быть, понадобятся и более серьёзные его знания. Но нет. Павшие духом хотят, чтобы их дети знали английский язык, как родной, даже чтобы они его знали лучше родного. А есть люди, которые вообще не хотят, чтобы их дети знали родной язык. И они хотят, чтобы их дети также стыдились того, что они русские, как стыдятся этого они сами. А некоторые в спокойствии, они без всяких поражений, без всяких унижений, просто всегда думали и сейчас думают, что там у них на Западе всё и всегда лучше, чем у нас. И язык, в том числе. Они просто считают, что английский язык нужно знать очень хорошо. Для того, чтобы хорошо жить. А своего родного русского хватит и бытового. с этим они своих детей и растят, воспитывают. Кто или что нас спасёт от английского языка, пока таких явных сил не видно. Но мы работаем. И мы надеемся на то, что такие силы у нас появятся. Однако, хватит говорить о грустном. Хватит. Сейчас у нас для вас, дорогие друзья, дорогие товарищи, у Важи и Важи есть особое сообщение. На Руси долго не было Ясной. Долго. Спала она вековечным сном. А всех нас и нашу с вами жизнь видела она только в своих снах. Наша сегодняшняя жизнь есть сон Ясный. По разным причинам Ясну широко не преподавали. И вообще, о ней почти никому ничего не говорили. Знали о ней всегда только узкие круги людей. Такая была жизнь. Но пришло время. Пришло время Ясной. Так сложились разные обстоятельства, что наконец пришло время пробудиться всем славянам. И пришло время проснуться Ясней. Сейчас все славяне знают только чужие учения. Чужие учения хороши, занятны. Знания, основанные на этих учениях, дают большие силы, разнообразные возможности. Всё они дают. Одного они не дают. Они не дают славянам самих себя. Лучше сказать – не отдают. В своё время так получилось – взяли они нас себе и не отдают. Не выпускают они славян из своего плена. Чужие учения не дают славянам создать или воссоздать свой собственный мир чувств. Свой собственный храм знаний. Они не дают нам веры. И не дают славянам воли построить свой собственный храм. Они не дают славянам прийти к своему собственному храму. Сначала мы только пробовали преподавать Ясну. И пробовали о ней рассказать. Смотрели, как она воспринимается. И смотрели, как нам лучше всего строить преподавание. И вот, учитывая свой примерно десятилетний опыт преподавания Ясны, учтя все ошибки и учтя все трудности восприятия нового учения, мы решились, наконец, на преподавание всеобщее. Мы начинаем вебинар по изучению Ясны. И называем этот наш вебинар так – Слушайте все! Мы очень надеемся, что свое родное славянское учение придет нам всем впору. И здесь впору вспомнить известное произведение Александра Сергеевича Пушкина, нашего поэта на века, который называется «В Чиадаеву». Любви, надежды, тихой славы, Недолго нежил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желанье Под гнётом властью роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упования Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свидания. Пока свободой угорим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы. Товарищ, верь, зайдет она, Звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластия Напишут наши имена. И теперь давайте о родном и радостном. Начнем, наконец, наш очередной тридцать первый урок. И начнем мы его со слова Товарищ. Слово Товарищ никак не тюркское, и еще чего. И к поиску товаров оно отношения никакого не имеет. Это шутка историков. Такая же, как Древний Рим, Чингисхан и Пяти тысячелетний Китай. Слово Вода происходит, изводится от той же основы, от которой происходит греческое слово Тонеро, значение которого – Вода. По-гречески слово Вода пишется вот так – Тонеро. А произносится Тонеро с ударением на О. Греческое Тонеро есть сокращение исходной основы Тонероух, где последнее Х читается очень слабо. Но исходно в русском языке это слово начиналось с буквы Ижица. А буква Ижица, как мы уже не раз говорили, может читаться и как Н, и как В. Кстати, в греческом языке буква Ижица читается как Н, а в латыни как В. Поэтому, например, имя Богини Победы у греков Ники, а в латыни Вики, откуда происходит имя Виктория, значение которого тоже Победы. Да, в русском языке это есть исходная буква Ижица. И в зависимости от обстоятельства она читается по-разному. И не только как Н или В. Можно сказать и так, что в одну сторону Ижица читается как Н, а в другую – как В. В русском языке исходное слово в значении Вода писалось как Вероух или Вероус. То есть, в начале слова стояла Ижица. А в конце слова стояла составная буква Кси, которая может читаться и как Х, и как З, и как Кс. Ижица. Кстати, из-за этого имя Александр может писаться и читаться как Ализандр, так оно пишется в наших православных церквях, и как Алихандр, так оно произносится в Испании. Правда, испанцы пишут это слово через другую букву, через букву Хота, но читают Алихандро. По-другому исходное слово Вероус или Вероух могло писаться как Воух или Воус, а читалось оно как Воу, Воух, Волх, Воус или Воз. Но это не всё. Ещё исходное слово в значении Вода могло писаться как Воунт, где Н Носовой, а читаться как Воуд. Вот от этого Воунт и происходит русское слово Вода. Писалось Воунт, а читалось Воунда или просто Вода. Кстати, от формы Товоух или, если читать её как Тоноух, происходит слово Тонуть. Ещё от него происходит имя библейского героя Ноя, имя которого на очень нерусском языке пишется и читается как Ноах. Ноах Ной – это тот самый старозаветный герой, который всех-всех-всех на своём Ковчеге спас от Потопа. И ещё от слова Воух происходит имя латинского Бога Морей и всех Потоков, вот Нептун. И, наконец, от слова Воух происходят русские слова Нырять и Нора. А от формы Твоунт при чтении в другую сторону, происходят слова Дно, Донны и Дон. Значение которого в некоторых языках Северного Кавказа есть Вода. Скажу немного о приставке ТО. Приставка ТО к словам Пероух и Воух, и прочим словам, в греческом языке есть показатель среднего рода этих слов. Так что слово Тонеро есть слово Вода, и оно есть слово среднего рода. И скажу немного о среднем роде слов, откуда он взялся. Происхождение слов среднего рода в их названии. Слова среднего рода появились для того, чтобы выделить середину. Всякую середину. Середина может быть разной. Середина между Живым и Неживым. Между Большим и Малым. Сильным и Слабым. Высоким и Низким. Правым и Левым. И так далее. Вода тоже может быть большой и Малой. Высокой и Низкой. А ещё она сама, сама по себе, может быть серединой между Отцом Небом и Матерью Землёй. То есть Вода есть Посредник между Небом и Землёй. Вода их соединяет. И ещё Вода может быть серединой между Правым Берегом Реки и её Левым Берегом. Правый и Левый Берега Реки Вода собой соединяет. Вот в этом смысле Вода есть Тонеро. Тонеро есть слово Неро с показателем среднего рода То. И в данном случае имеется в виду Вода Реки. Кстати, от слова Тонеро происходит слово Тоннель. Всякий Тоннель тоже собой соединяет какие-то стороны пространства. В слове Тоннель показатель среднего рода слился с определяемым словом. Ещё такими словами являются слова, связанные с Водой. Тонуть и Топить. Исходно почти все слова состояли из двух, трёх и даже четырёх частей. Все части слов в Письме соединялись с Знаком, который сейчас считается буквой Фита. Позже в Письме знак Фита стал писаться и читаться, как соединительные буквы Е или О. А в некоторых словах он стал писаться и читаться, как буква Т. И ещё в некоторых составных словах он стал писаться, как знак Дефис. Так вот, слова среднего рода есть как бы недописанные слова. Они как бы остановились на соединительной букве Е или О. А всякое соединение и есть середина. Поэтому многие слова среднего рода оканчиваются на Е или на О. Орудие, Селение, Деление, Поле, Окно, Бедро, Бедро, Солнце… Во многих словах уже не чувствуется, что они тоже когда-то оканчивались на букву Е. Время Е, Имя Е, Стремя Е, Темя Е. Они и пишутся и произносятся сейчас без конечного Е. А некоторые слова среднего рода и заканчиваются на соединительную букву, и с неё начинаются. Например, ТО-НЕ-РО, ТО-ПИВО, ТО-ПЛИВО. И здесь, дорогие наши товарищи, дорогие наши друзья, У-ВА-ЖИ и ВА-ЖИ, нужно вам сказать, доложить об одном интересном и очень важном обстоятельстве. Очень важном. Исходно, в русском языке всё-всё-всё-всё-при-всё имело свои собственные названия. Даже разные стороны одного и того же предмета, или тела, назывались по-разному. Каждая по-своему. Они имели свои собственные названия. Сейчас мы говорим Правый Глаз, Левый Глаз, Правое Ухо – Левое Ухо, Правая Рука – Левая Рука… Но раньше Исходно. Глазом назывался только Правый Глаз, а Левый Глаз назывался Ока, Ухом называлось только Правое Ухо, а Левое Ухо называлось Клок, Рукой называлась только Правая Рука, а Левая Рука называлась Долга… И так далее… Вот и на реке вода называется водой только со стороны Левого Берега, либо только со стороны Высокого Берега. А вода со стороны Правого Берега, или со стороны Низкого Берега, называется Жижа, или более полно – Жинджа. Это очень важное обстоятельство. От слова Вода происходят слова Водяной, Водный, Водица. От слова Жинджа происходят слова Жидкий, Жидко и Жидкость. Слово Жинджа есть сильное сокращение Исходной Основы. И буква К в нём определённым способом спрятана. Но иногда говорили и Жидко, с ударением на И. По-другому слово Жинджа могло читаться как Жище или Жище. Сейчас Жижи мы обычно называем не Воду, а что-то, что размякло, раскиселилось в большом количестве воды. Например, так мы называем очень Жидкую Грязь. А Вода со стороны Низкого Берега частенько именно такой и бывает. Ну, конечно, она бывает и очень чистой, но её можно легко сделать мутной и грязной дно, совсем ведь близко. Но есть ещё одно чтение Исходной Основы, от которого происходит слово Жижа. Жижа. Это есть слово Гоуща. Слово Гоуща сейчас упростилось просто Гуще. Вот так… Слово Жижа и Гуще есть слова одного из Вода. И даже больше того, они есть разные чтения одного и того же слова. Но значения слов Жижа и Гуще немного разные. Всё-таки Жижа – это скорее о количестве Воды. А Гуще – это ещё скорее о количестве того, что растворено или размешано в Воде. И, наконец, есть ещё одно-два чтения этого же слова. Это и есть слова Копля, Купля или Купча. Да, я понимаю, что это всё настолько неочевидно, настолько хмуро. Жижа – это Гуще. Гопля, Купля, Купча – фантастика. Всё естество протестует и против этой Жижи, и против этой Купли, Купчи, и против вообще всего, что я вам тут говорю. Но потерпите, пожалуйста, дорогие друзья. Пока всё-таки о Правилах Извода говорить не будем. Пока не время. Кстати, чтобы не отвлекаться на подробности, мы слова ВОУХ и ВОУЗ писали без твёрдого знака на конце. А должно же быть ВОУХ или ВОУЗ… Слово ПОУХ можно писать как ВОУХЕР, а читать как ВАХР или просто как ВАР. От слова ВАР происходят слова ВАРИТЬ, ВАРЁНЫЙ и ВАРЕНЬЕ. Всю воду реки от берега до берега, от высокого до низкого, можно назвать словом, которое есть в составе слов ВАР ВАР и ЖИЩ. И общее слово получится примерно ВАРЖИЩ. Вся вода реки от берега и до берега есть нечто среднее между берегами. И поэтому к её названию нужна приставка Показатель Среднего Рода – ТО. Слово ВАРЖИЩ с приставкой Показателем ТО и после всех упрощений превращается в спокойное слово ТОВАРИЩ. Таким образом, слово ТОВАРИЩ есть полное название воды между берегами реки. Теперь можно сказать, что все те люди, кто какой-то своей деятельностью, соединял жизнь на разных берегах, и все те, кто плавал, ходил по реке дороги, по любой жизненной нужде, в переносном смысле назывались ТОВАРИЩами. И слово ТОВАРИЩ – есть слово как бы среднего рода. Поэтому и к мужчине, и к женщине, и каждому человеку, занимающимся любым делом, связанным с рекой и с дорогой, можно обращаться ТОВАРИЩ. Слово ТОВАРИЩ не требует особых окончаний показателей мужского или женского рода. Показатель среднего рода уже в нём содержится. Разумеется, ТОВАРИЩами были и все те торговцы, которые занимались обменом товарами, выработанными на разных берегах. А сообщества людей, деятельность которых связана с рекой, и разными берегами, назывались ТОВАРИЩиствами. И чаще всего в ТОВАРИЩиства объединялись ТОРГОВЦЫ. И да, конечно, слово ТОВАР – есть слово РУССКОЕ. И оно означает то, чем торгуют только с высокого берега. Сильно забегая вперёд, скажу – слово ТОРГОВЛЯ и ТОРГОВАТЬ происходит от слова ТОВАРЖИЩ. Или, если читать через Г – ТОВАРГИЩ. Слово ТОВАР сократилось слово ТОР. А сокращённое слово ТОРГ – есть другое чтение сокращения ТОРЖ. Место, где торгуют, называется ТОРЖИЩЕ или РЫНОК. Маленькое ТОРЖИЩЕ называется ТОРЖОК. И ТОРЖИЩЕ находится на Левом, на Высоком Берегу. Торговцы продают ТОВАРЫ. То есть, они продают то, что добыто или сделано на Высоком Берегу. А продавцы с правого Низкого Берега продают КУПЧУ. КУПЧА – это всё то, что добыто, сделано или Выработано на Низком Берегу. Место, где продают КУПЧУ, называется БАЗАР. И находится БАЗАР на Низком Берегу. Таким образом, товарищи обменивают ТОВАРЫ на КУПЧУ и КУПЧУ на ТОВАРЫ. Или покупают друг у друга ТОВАРЫ и КУПЧУ за деньги. Люди, которые занимаются продажей КУПЧА и покупкой ТОВАРов, называются КУПЦЫ. Исходно в слове КУПЧА нет буквы Ч. Она стала слышаться на месте буквы Дж. Исходно слово КУПЧА происходит от слова КОНОПЧА, где КОН – это приставка, в которую буква Н на самом деле есть ИЖИЦА, и которая может читаться как носовой Н. Со слабым носовым Н, слово КОНОПЧА читается как КОПЧА, или КУПЧА, а отсюда КУПЧА. И если в слове КОПЧА буквы Дж читать как И, то оно читается как КОПЬЯ – КОПЬЯ или КУПЬЯ. От всех этих слов происходят слова КООПЕРАЦИЯ, КООПЕРАТИВ, КОПИРОВАТЬ, КУПИРОВАТЬ, КУПЕЦ, КУПЕЧЕСТВО, КОПИТЬ, НАКОПЛЕНИЯ и ещё много других слов. Наконец, если соединить не слова ТОР и ЖИЩА, а ТОР и КОПЛЯ, о котором я недавно сказал, то получится слово ТОРГОПЛЯ, от которого произошли слова ТОРГОВЛЯ, ТОРГОВАТЬ, ТОРГОВЫЙ, ТОРГОВИЦ и ТОРГОВКА. И не знаю, остались ли у вас ещё силы на веру и доверие к тому, что я говорю, но напоследок скажу ещё. Слова ПРОДАЖА, ПРОДАВАТЬ и ПРОДАВЕЦ тоже имеют самое прямое отношение к слову ТОРГОВАТЬ. А значит, и ко всем-всем-всем словам, с ним связанным. Кстати, от основы, от которой происходит слово ТОВАРИЩ, происходит и другое слово, в том же значении – ВАХРУШ или ВАХРУДЖ. От слова ВАХРУШ происходит русская фамилия ВАХРУШЕВ, а от слова ВАХРУДЖ происходит английское слово СКРУДЖ, СКРУДЖ, значение которого СКРЯГА. Все мы с детства знаем длинный мультяшный сериал про забавного СКРУДЖа МАКДАКА. Вот такие, увы же и важи, у нас есть слова ТОВАРИЩ, ТОВАРИЩИ и ТОВАРИЩЕСТВА. И обратите своё внимание, дорогие друзья, слова ВОДА, ЖИДКОСТЬ, ВАРИЩ, ТОВАРИЩ, ТОВАР, ТОРГОВЛЯ, ТОРГ, ПРОДАЖА, КУПЕЦ, КУПЛЯ, КУПЧА и КУПЕЧЕСТВА – это всё РУССКИЕ СЛОВА. И это всё слова, связанные друг с другом. Они имеют общее происхождение. И среди них нет места никаким словам ЛАТИНСКИМ, НЕМЕЦКИМ, ФРАНЦУЗКИМ, ТАТАРСКИМ и вообще ТЮРКСКИМ. И вообще любым другим. И, кстати, слово ДЕНЬГИ – это тоже слово РУССКОЕ. И ещё, кстати, 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 никто сейчас и уже довольно давно совсем не понимает выражение «Тамбовский Волк тебе, товарищ». Чего только не говорят исследователи, и о чём только не думают, и о бандитах говорят, и о пересыльных тюрьмах, и о революции, говорят о чём угодно, хоть каким-то боком, хоть каким-то смыслом, относящимся к Волку. Только одного Волка никак не припомнят лингвисты-краеведы. Потому что этого Волга знают только те, кто занимается насекомыми вообще, и те, кто занимается пчеловодством в частности. А пчеловодством изданно занимались и занимаются по сей день в Тамбове. Да так они пчеловодством в Тамбове славно занимаются, что у них пчелиные улей и на гербе, и на флаге. Тамбов – один из центров пчеловодства. Исходно по-русски основанием дерева называется Тумбой. Да, конечно, по-другому это основание называется Пнём. Но сейчас речь не о Пнях. Ствол дерева стоит на этой самой своей Тумбе так же, как на Тумбе стоит Колонна в торжественных строениях. Если дерево срубить, спилить, то от него останется только Тумба. Слово Тумба раньше было слово Тоумба, а это слово Тоумба может читаться и как Тамба. Слово Тумба есть слово одного извода со словами Табурет, Таблица, Табор, Тамбур и нерусскими словами Таверна и Тейбл. Из Пней и срубленных деревьев пчеловоды делали домики для пчёл – Тумбы. Тумба есть другое название для Улья. Дикие же Пчёлы из Пня могут себе сделать жилище и сами. Но это не всё. Дело ещё и в том, что название реки Цна, на которой стоит город Тамбов, есть сокращение по правилам слова Томба. Как ни покажется вам, дорогие друзья, это странным и невозможным. Таким образом, название города Тамбов напрямую связано с названием реки, на которой он стоит, и с названием Улья – домика для пчёл, который изображён на гербе и флаге Тамбова. Так вот, это всё я рассказываю к тому, что в России, там, где живут пчёлы, живёт особая земляная оса, которая называется Филанд или Пчелиный Волк. Питается Филанд – Пчелиный Волк – нектаром цветов или содержимым зоба – пчёл-сборщиц, которых он убивает. То есть Пчелиный Волк грабит и убивает пчёл, а то и скармливает убитых пчёл своим личинкам. Так вот, Пчелиный Волк – Филанд и есть тот самый Тамбовский Волк, который имеется в виду в наших таких непонятных присказках. На Тамбовщине люди-труженики сравнивали себя с Пчёлами, а всяких грабителей и убийц – с Пчелиным Волком – Филандом. И Тамбовский Волк, ну, разумеется, товарищем для тех, кто трудится быть не может. Да, и нужно ещё помнить о том, что в устойчивых русских выражениях Тамбовский Волк иногда бывает и Брянским Волком. И Брянский Волк – это он же Филанд. Дело в том, что в городе Брянске тоже изданно люди занимаются Пчеловодством и Мёдом. О других словах, связанных с Пчёлами Колода, Бортник, Соты и других, мы как-нибудь сделаем отдельный урок. Так, ну, наконец, с товарищами разобрались, а заодно разобрались и с Тамбовским Волком. Теперь о словах Друг, Подруга и Друзья. Начну с того, что сразу скажу. Друзья – это не товарищи. Товарищи – это на реке. А Друзья – это в Поле. Друзья живут и работают не на реке, а в Поле. Для начала разговора о Друзьях нужно вспомнить о Печати Земель. Печать Земель на низком берегу Реки такова – Русло, Поле, Роща, Лес. А если вспомнить о том, что Русло Реки состоит из Ложа, по которому всегда течёт вода, и Поймы, которые затапливаются только в Половоде или Паводке, то Печать Земель можно представить так. Ложа и Пойма, Поле, Роща, Лес. Все животные, все звери лесные на водопой идут к реке. Для того, чтобы напиться, им нужно подойти к воде. И для этого в спокойное время им нужно спуститься в Яму, то есть в Пойму. А если Русло в Половоде заполнено водой, то им нужно подойти к краю Поля. Прибрежные воды Реки, как я уже говорил в предыдущем уроке, называются Озеро или Охота. Вода манит к себе всех, кто хочет пить. И эта тяга к воде, к Охоте, по-русски называется Пить-Охота или Охота-Напиться. Вообще из-за этого обстоятельства всякая тяга к чему-либо называется Охотой. Надеюсь, мы помним, дорогие друзья, что если смотреть на низкий берег реки со стороны воды, со стороны воды Охоты, то Пойма и Поле, можно сказать, находятся на Охоте. Поэтому все звери, которые пришли попить, тоже находятся на Охоте. И поэтому, тот, кто с оружием пришёл добыть какого-нибудь Зверя, тоже пришёл на Охоту. Все Охотники приходят на Охоту. И, неважно, охотятся они на Зверя, Птицу или Рыбу. Ведь Рыбалка есть ещё одно, другое название Охоты. В Поле можно и пострелять, и можно посидеть, поудить Рыбу. То есть, для жизни в Поле нужно какое-нибудь Орудие. Кстати, слово Орудие, на самом деле, раньше писалось и произносилось через букву Дж, и в нём были ещё кое-какие буквы. То есть, слова и Орудие, и Оружие, есть разные упрощения слова Ойроу-Куджиа. И вот, продолжайте удивляться, дорогие друзья. Слово, составленное из двух подряд слов Оружие, Орудие, после всех сокращений, читается как Оуле или просто Оле. Слово Поле есть сокращение двух довольно длинных слов. Слова Оружие, Орудие и Поле – есть слова одного извода. И все эти слова, разумеется, есть слова Русские. Слово Оюроуджие, с приставкой Кон, где буква Н – это буква Ижица, может читаться как Сооружие или как Дружие. От этих слов происходят слова Сооружение, Сруб, Друг, Друзья, Дружба и Дружить. А без приставки Кон, от слова Оюроуджия, не в русском языке, происходят слова Фрайнд, Фрэнд, Амиго и Ами. Все со значением Друг. Все люди, вышедшие в поле для какой-то совместной деятельности, называются Друзьями. Или они могут называть себя Друзьями. Например, Друзья-Рыболовы, Друзья-Охотники, Друзья-Косари. Если люди вышли в поле для того, чтобы поиграть там в какую-то игру, то все члены команды есть Друзья по определению. Ко всему этому ещё нужно вспомнить, что части тела человека соответствуют частям Печати Земель. Подошва Стопы соответствует Руслу Реки, Ложу и Пойме. Подъём Стопы, который по-другому называется Нога, соответствует Полю. Передние поверхности Голени, Бёдер и Живот соответствуют Рощи. И Грудь соответствует Лесу, Густому Лесу. И ещё, ещё, ещё нужно вспомнить о том, что Подъём Стопы, который по-другому называется Нога, соответствует Половому Органу Мужчины. Получается, что Другом может себя называть только Мужчина. И Другом можно считать только Мужчину. И это так и есть. Исходно – это так и есть. И получается, Женщина не может быть Другом. Да, не может быть. У Женщины нет такого Органа, который исходно так и называется Друг. Слово Друг есть одно из многочисленных названий Полового Органа Мужчины. А у Женщины есть другой, соответствующий Орган, который исходно называется Подруга. То есть, надо понимать, что если сравнивать тело Мужчины и тело Женщины, то Подруга находится под Другом. Значения слов Друг и Подруга ровно те же, что и значения слов Мальчик и Девочка, Мужчина и Женщина. То есть, Мужчина во всех возрастах по-разному называется от разных названий Мужского Полового Органа. И Женщина во всех возрастах по-разному называется от разных названий Полового Органа Женского. Исходно женщина может быть только подругой – и для женщин, и для мужчин. Однако сейчас наши женщины в больших городах ничьими подругами быть не хотят, не желают. Они хотят везде и всем быть именно другом. Сейчас женщины говорят о себе преимущественно в мужском роде. Они предпочитают называть себя друг, повар, воспитатель, учитель, служащий, водитель… Почти нет теперь у нас поварих, воспитательниц, продавщиц, уборщиц… И настоящих подруг у нас стало мало. Все друзья набиваются. Многие женщины считают, что обращение к ним, как к женщинам, унижает их человеческое достоинство. Считают, что мужчина должен обращаться к женщине, как к равному себе. Многие женщины гордятся собой, если им удалось в мужской компании пройти за своего… за своего парня. Рады тому, что к ним обращаются, как в армии, только в мужском роде. Им кажется, что таким образом они состоялись, как человек, и что они себя чувствуют свободными людьми, свободными европейскими женщинами. Анна Ахматова – поэтесса, Белла Ахмадулина – поэтесса, Мария Башкирцева – художница, Наталья Гончарова – художница. Но сейчас наши женщины в искусстве – это поэты и художники. И никак они теперь не унижены. Хорошо ещё, что в авиации стюардесса осталась стюардессой. И в театрах певицы и балерины остались певицами и балеринами. В нашей жизни сейчас нет мужского разговора. Нельзя ни с кем поговорить по-мужски. Есть только освидетельствования, справки, суды… Женский мир. Наш мир сейчас – мир женских страхов. Итак… Мужской Половой Орган соответствует Полю. А Женский Половой Орган соответствует не Полю, а Пойме. И даже не только Пойме, а Краю Поймы – у самой Воды. И Воде на Мелководье. То есть Женский Половой Орган соответствует такому месту в Природе, где, как сейчас считается, зародилась Жизнь. Здесь воедино сошлись Земля, Вода, Воздух и Солнечный Свет, Огонь. И да, Половые Органы и мужчин, и женщин имеют отношение к Охоте. И в прямом смысле, и в переносном. Есть Охота что-то сделать или чего-то добиться. И есть Охота, на которую идут, чтобы поохотиться. Половые Органы и мужчин, и женщин соответствуют различным Охотничьим Снастям. На всякой Охоте есть Орудия и Оружие, соответствующие Мужскому Половому Органу, и есть различные Орудия и Устройства, соответствующие Половому Органу Женскому. Ряд первых деревьев Рощи и некоторая глубина Рощи в сторону Леса, по-русски, называется Охотный Ряд. Охотный Ряд – это то место, где стоят Охотники. То место, где им удобно расположиться для верных действий. Для Стрелбы нужно открытое место. В лесу особенно не постреляешь, мешают кусты и деревья. На Охотном Ряду стоят Охотники с Оружием и ждут. Дикие Животные либо выходят сами, либо Охотники выгоняют Диких Животных или какого-либо Зверя из Леса, из Рощи в Поле с помощью Собак. Как только Животные оказываются в Поле или на свободном месте, они начинают стрелять. Охотный Ряд называется Охотным Рядом потому, что здесь и Охота, и различные Ягоды, и различные Грибы. И здесь же можно срубить дерево для каких-нибудь своих нужд. Всего этого нет в Глухом Лесу. В Глухой Лес и не зайдёшь, и не растёт там почти ничего, и не постреляешь там. И из Глухого Леса не вытянешь срубленное дерево. Всё, что нужно человеку для жизни, он может получить в Поле. Либо со стороны Реки, либо на Охотном Ряду. И это на природе. А в обжитой местности, у Села, Поле находится между Дворами, Селян и Рекой. В Поле Селяне пашут, сеют и выращивают Пшеницу, Рожь или ещё что. Или они пасут здесь своих домашних животных. В Поле их общий выпас. Если нужны Пастухи, то Пастухи живут здесь же, в Поле. Или они живут в Лачугах внизу у воды. За Полями у Селян на месте Рощ стоят дворы, дворы, дворы. Между Полем и Дворами, вдоль Ворот Калит, Селяне прокладывают дорогу, которая называется Околица. По Околице можно ходить вдоль реки, вдоль села, от одного двора до другого. В каждом дворе делается что-то своё. И около своих ворот, хозяева могут выставить на продажу или на обмен то, чем богаты. Вот по этому Околицу тоже можно назвать Охотным Рядом. Идёшь по Околице, мимо магазинов. Здесь можно то купить, там это. Можно набрать всего, что тебе нужно. То есть Охотный Ряд всегда на месте и в природе, и в селе. Так Жизнь устроена. И ходить по Околице, и по магазинам, и на Охоту нужно с друзьями и подругами. А в итоге получилось – товарищи – это на реке, а друзья – это в Поле. И на Охоте, на Разной Охоте, в том числе и на Магазинной. Товарищи занимаются куплей и продажей, а друзья занимаются всяческой Охотой. О других друзьях, дорогие наши друзья и дорогие наши подруги, уважи и важи, в следующем уроке. Всё. Мы-то с вами, конечно, по-прежнему ничего не боимся. Но этот урок, я боюсь, порядком затянулся. До свидания. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.